Дагестан Ифтар в зоне СВО. Дагестанских бойцов, выполняющих боевые задачи в Запорожье, навестила представительная делегация с Малой Родины. Столетие общества «Динамо» посвящается. В спортшколе Гайдарбекова прошел республиканский турнир по боксу среди юношей. Подробности в спортивном блоке. Экономика. Дагестан и СВО. Социальная сфера и экология. Это далеко не полный список вопросов и проблем, которые обозначил глава региона Сергей Меликов в своем послании Народному собранию. Само выступление длилось почти два часа. Руководитель республики говорил больше о том, что предстоит сделать, нежели о конкретных результатах. После официальной части Меликов также ответил на вопросы журналистов в отдельном пресс-подходе. Обо всем по порядку. В сюжете по теме от Ханаповой. Час пятьдесят. Именно столько времени понадобилось главе, чтобы затронуть практически все сферы жизнедеятельности региона, начиная с участия дагестанцев в СВО, заканчивая реализацией нацпрограмм по соцобъектам. Но говорил Сергей Меликов больше о проблемах, нежели о результатах. Это своего рода посыл всем присутствующим. Работа проводится, но ее недостаточно. В частности, дела в строительной сфере у нас идут из рук вон плохо. Недобросовестный застройщик сегодня главный бич республики. Из-за их активности такой механизм защиты прав граждан, как экскроущита, продолжает оставаться в Дагестане диковинкой, а число обманутых дольщиков не уменьшается. Строительный спрут, объединивший ушлых дельцов и отдельных коррумпированных чиновников, стал настолько силен, что даже адресные проверки не всегда помогают восстановить справедливость. В лучшем случае в результате таких проверок находятся стрелочники, а истинные выгодоприобретатели с легкостью уходят от ответственности, что подрывает веру граждан в государство в силу закона, в дееспособность в том числе правоохранительной системы. От строительного хаоса последовал переход на хаос экологический. Глава Дагестана решительно опроверг предположение о том, что возведение новых мусорных полигонов нанесет вред природе. Он подчеркнул, что проектно-сметная документация разработана квалифицированными специалистами и прошла все необходимые экспертизы. Скорее всего, Сергей Мельков имел в виду ситуацию в селе Новая Урода, Кумтор-Калинского района, где местные жители выступают против соседства с мусорным полигоном. Как можно быть против того, чтобы свалки за десятки лет, испоганившие наши благородные горы и земли, были убраны, и чтобы дым от мусорных пожаров и зловонных помоек перестал отправлять людское, в том числе детское, дыхание. Чтобы дурная слава о Дагестане, как о республике летающих пакетов, навсегда осталась в прошлом. Новая система обращения с отходами, еще не заработав, превратилась в объект для безосновательной критики. Несмотря на наличие экспертизы, результатов профильных исследований. Напомним тему строительства полигона для захоронения ТКО в Кумтор-Калинском районе телеканал ННТ поднимал в специальном репортаже «Люди не мусор». Тогда профильное ведомство так и не дали в нет на комментарии, была ли проведена экологическая экспертиза местности. Теперь выясняется, что все бумаги в порядке, никакой опасности нет, и чиновники даже готовы выехать и обсудить это на месте, о чем и заявили в специальном интервью для нашей программы. Проект проходил экспертизу, проект современный. Мы видим, такие объекты строятся по всей нашей стране. Здесь предусмотрены санитарные зоны. Жителям ближайших населенных пунктов не за что переживать, потому что проект прошел экспертизу. Мы сами смотрели, изучали проект. Скажите, пожалуйста, с этой экспертизой люди смогут знакомиться, то есть она будет в открытом доступе, и также будет ли встреча с людьми, потому что люди вот именно этим... Давайте мы так сделаем. На следующей неделе мы пригласим специалистов тоже, я сам тоже выйду и повстречаемся с людьми, объясним. Видимо, мы слабо проводили разъяснительную работу, но вся подготовительная работа по созданию, в частности, этого полигона, да и других полигонов, она соответствует всем нормам федерального и регионального законодательства. Вода по часам, свет по часам, светофоры и те по часам. По-прежнему для жителей республики актуальными остаются и проблемы ЖКХ. Многомиллионные вложения Россети ситуацию не спасают. Аварий все больше, а напряжения в сети все меньше. В 2022 году зафиксировано более 3000 аварийных отключений. У таких проблем есть объективные объяснения, заключающиеся в том, что в многолетнем недофинансировании работ по ремонту и обновлению сетей и оборудования иного результата быть не могло. С учетом остроты проблемы данная ситуация стала темой обсуждения с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Рассчитываю, что в обозримом будущем все смогут почувствовать улучшение ситуации. Еще одна проблема – низкая собираемость налогов. Особенно это заметно в муниципалитетах. По словам главы, в целях решения вопроса созданы зональные рабочие группы по увеличению доходной части бюджета. Персональную ответственность за результаты будут нести главы районов и городов. Два года мы искали возможность повышения доходной части нашего бюджета. К сожалению, той эффективной поддержки, на которую я рассчитывал, в том числе от ФНС по республике Дагестан, мы не получили. Созданы зональные рабочие группы, которые актуализируют налогооблагаемую базу. Первая и ответственная роль в этом отношении принадлежит главам муниципальных образований и председателям одноименных комиссий. Это лишь малая часть вопросов, затронутых главой республики в послании. Сергей Меликов отметил успехи, достигнутые в ряде сфер. В частности, руководитель республики положительно оценил работу двух министерств по туризму и спорту. По тематам Анапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Для участников СВО в Мелитополе организовали ифтар. Это первый подобный вечер для бойцов из нашей республики. Мероприятие было решено провести по поручению Сергея Меликова. Организатором поездки выступил помощник главы региона Магомед Гаджи Магомедов. Помимо военнослужащих, на встречу также присутствовали и учителя дагестанцы, которые добровольно отправились обучать детей в Запорожскую область. Дорогие дагестанские дагестанцы, мы сегодня здесь собрались. Мне официально попросили Сергея Алимовича, Магомед, ифтар не был с нашими бойцами. Поезжайте, посмотрите, сделайте с ним ифтар и приезжайте. Мелитополь поддержать дух ребят. Приехали и несколько матерей, чьи дети героически погибли во время специальной военной операции. Хотелось увидеть, за что же погиб мой сын. Сегодня, походя на самую главную боевую передовую часть, я понимаю и горда становлюсь за вас, ребята, наши дагестанцы, да и за других всех ребят, что вы у нас такие мужественные, что вы преодолеваете все невзгоды, страхи. Ну, страх, когда говорят, не боимся, я всегда говорю, нормальный человек всегда он боится. А нужно столько героизма, чтобы его преодолеть. Педагогическая общественность Махачкалы также собралась на коллективный ифтар. На мероприятии присутствовали исполняющие обязанности главы города Резван Газимагомедов, сотрудники отдела просвещения Муфтията и сами учителя столичных образовательных учреждений. Вниманию собравшихся представили интересную познавательную программу с выступлениями богословов и нашидами. Эта добрая традиция активно поддерживается, развивается. У нас самый большой шатер Рамадана на территории центральной Джума мечети развернут. И наша администрация города во главе с Резван Казимовичем, исполняющим обязанности главы города, эту традицию активно практикует, посредством чего сплачивает население города. В первую очередь, конечно, то, что мы проводим с управлением образования, а именно еще с директорами средних учебных заведений, а также сюда приглашены и ректора высших учебных заведений. Такие мероприятия мы проводим, потому что в основном вся наша работа, она практически общая. Вместе работаем со студентами, вместе работаем с подрастающим поколением, обсуждаем их проблемы. Еще раз всех поздравляю с этим наступающим праздником. Наверное, мы с вами вот так не соберемся. Счастья, здоровья, дай вам, чтобы все, что мы в душе задумали, у нас сбылось. И о спорте. В Дагестане продолжаются мероприятия, приуроченные к 100-летнему юбилею спортивного общества «Динамо». Турнир по боксу провели в спортшколе имени Гайдарбека Гайдарбекова. За право называться лучшими боролись около ста юных мастеров кожаной перчатки. Продолжит Курбан Ракимов. Ему слово. История общества «Динамо» в Дагестане – это титулованные борцы и боксеры, известные футболисты и легкоатлеты. Успехи олимпийца-динамовца Нурмагомеда Шановазова в далеком 1988 году мотивировали Гайдарбека Гайдарбекова. Спустя 12 лет он уже также бился в финале Олимпиады, а еще через 4 года выиграл золото. Буквально в 15 лет, когда я начал заниматься боксом, и у меня это получилось. Я думаю, если у меня и у нас с Нурмагомедом это все получилось, почему у вас не получится? Сегодня именно такие соревнования, которые для вас проводятся, в рамках столетия общества «Динамо». То, что проводится, это для вас дополнительный опыт, для дополнительной мотивации, для того, чтобы вы стали чемпионами. Добиться олимпийских вершин мечтает каждый из этих юных боксеров. Турнир к юбилею общества «Динамо» призван стать для детей трамплином в большой спорт. В ринг вышли более 100 атлетов, которые показали все, чему их обучали тренеры. Вот такие соревнования, вот такие спарринги даже пускай будут. Матчевые встречи – это очередной такой этап в их становлении, как боксерская личность. И этот опыт нарабатывается. Только вот в таких спаррингах мы когда выезжали куда-то, допустим, с Махашковой в Каспийск выезжали на спарринги, у нас в зале даже ринга не было. А туда мы выезжали, там в ринг видели, первый раз на ринг заходили. Это уже какое-то значение имеет. К примеру, олимпийцев-первопроходцев сегодня следуют тысячи молодых боксеров. Одним из самых ярких стал финальный поединок между Азаматом Меджидовым и Мусалавом Хабибовым. Они тренируются в одном зале, тактику друг друга знают хорошо. Бой продлился все отведенное для него время, и рефери поднял руку обоим спортсменам. Свои первые медали, полученные из рук прославленных боксеров, запомнятся им надолго. Ну, занимаюсь где-то два или три года. Ну, мне понравилось, как Гайдарбей Гайдарбейков дрался, я хотел стать им. В будущем стать, как и он. От мировых побед этих боксеров отделяет еще 10 лет упорных тренировок. История «Динамо» продолжается, и впереди еще будут новые имена и новые успехи. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите нас на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова